Здравствуйте! В эфире информационная программа новости с главными городскими событиями. Вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Алена Шеваргина. Коротко о главных темах этого выпуска. В медико-санитарной части номер 59 пополнение. Штат медиков дополнился тремя терапевтами, акушером-гинекологом, педиатром, неврологом, детским хирургом, офтальмологом и другими узкими специалистами. По поручению главы города Олега Климанова в Заречном разработан механизм перевода коммерческого жилья в разряд служебного для предоставления врачам. В 2021 году, в начале года, было принято постановление собрания представителей о том, что по ходатайской специальности мы можем арендное жилье перевести в разряд служебного жилья. И с последующих 10 лет отработка. То есть, если врач отработал 10 лет, прожил у нас, естественно, то через 10 лет он имеет право приватизировать эту квартиру. 17, 18 и 19 сентября зареченцы примут участие в выборах губернатора Пензенской области, а также депутатов Государственной думы Российской Федерации. Комплексы обработки избирательных бюллетеней уже доставлены на избирательные участки. Горожанам, желающим проголосовать на дому, необходимо до 19 сентября подать соответствующее заявление. В основном люди, которые пенсионного возраста, имеют право проголосовать на дому. То есть, маломобильные граждане. В состоянии здоровья, которым не позволяет им прийти на участок. Также люди, которые, например, живут не по месту регистрации, а по месту проживания, например, у детей своих, но также имеют проблемы со здоровьем. Команды всех школ города принимают участие в юбилейном пятом городском фестивале интеллектуальных игр «Образумы». Он проводится в Заречном с 2019 года. Педагогам приходится проводить предварительный отбор в школах, так как желающих принять участие в фестивале всегда много. Проводим какие-то такие, то есть, отборочные, может быть, состязания, чтобы ребята, для них было стимулом попасть сюда, потому что для них это действительно престижно. А теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном в среду 15 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Заречного Олег Климанов. В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта и здравоохранения. А в четверг, 16 сентября, тепло начнет поступать в жилые дома. На пусконаладочные работы обычно отводятся 10 дней. Если по истечении этого времени батареи останутся холодными, горожанам необходимо обращаться в свои управляющие компании за устранением недостатков в теплоснабжении. В Заречном усилиями всех уровней власти решается один из самых острых вопросов местного здравоохранения – нехватка кадров. В текущем году укомплектованность врачами медико-санитарной части номер 59 увеличилась и достигла отметки в 87%. По поручению главы города Олега Климанова в Заречном разработан механизм перевода коммерческого жилья в разряд служебного для предоставления врачам. Какие узкие специалисты приняты на работу в МСЧ номер 59 в результате принимаемых мер, узнала Наталья Елистрадова. Участковый врач-терапевт Кирилл Лифанов трудится в городской поликлинике около месяца. Выпускник медицинского вуза – один из молодых специалистов, которые в 2021 году пополнили кадры МСЧ номер 59. Его сразу приветливо встретили в коллективе медсанчасти, поэтому начинающий врач быстро влился в рабочий процесс. Я пришел сюда, мне сразу дали наставника, Лешина Алексея Евгеньевича, очень хороший человек. Всему научил, все подсказал. Даже сейчас, если нужен какой-то совет, помогает. И не только он, все врачи и специалисты очень, скажем так, отзывчивые, коллектив очень хороший, меня это очень привлекает. Равиль Амиров решил посвятить себя медицине еще в детстве. Его вдохновили примеры мамы и бабушки. Они по профессии медицинские сестры. В городской поликлинике Заречного молодой врач трудится уже четвертый год. Во время обучения в институте у нас проходили занятия в городе Заречном. Ну, это был, по-моему, пятый курс. И с тех пор, как побывал я первый раз в городе, мне понравилось, подумал, почему бы и нет, почему бы и не сюда попробовать устроиться. Связался с отделом кадров и, соответственно, начал работать. Нравится в работе то, что с людьми коммуницируешь, общаешься. Ну и, соответственно, когда пациент тебе говорит спасибо за оказанную помощь, это лучше награды нет. В настоящее время штат участковых терапевтов в МСЧ номер 59 полностью укомплектован. Совсем скоро к работе должны приступить еще и новые узкие специалисты. В этом году к нам пришли три терапевта. Ну, правда, по разным направлениям. Один терапевт в цеховую службу, один терапевт в участковую службу и один терапевт в дневной стационар. Кроме того, у нас пришел акушер-гинеколог, педиатр пришел. Ожидается уже, оформляется на работу врач-невропатолог и детский хирург. В настоящее время укомплектованность МСЧ номер 59 медицинскими кадрами выросла на 23%. Штат сформирован на 87%. Один из самых острых вопросов городской системы здравоохранения – нехватка кадров – решается совместными усилиями всех уровней власти. Например, по поручению главы Заречного Олега Климанова разработан механизм перевода коммерческого жилья в разряд служебного для предоставления врачам. На сегодняшний день у нас 36 квартир служебных. Нам администрация представляет их в аренду, мы, соответственно, задаем в субаренду. В 2021 году, в начале года, было принято постановление собрания представителей о том, что по ходатайской медицинской части мы можем арендное жилье перевести в разряд служебного жилья и с последующих 10 лет отработки. То есть, если врач отработал 10 лет, прожил у нас, естественно, то через 10 лет он имеет право приватизировать эту квартиру. Кроме того, медработники, которые впервые приехали работать в ЗАТО, получают единовременную компенсационную выплату. Врачи – 1 миллион, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Для устранения кадрового дефицита медико-санитарная часть номер 59 ежегодно заключает договоры с выпускниками школ о целевой подготовке ведущих вузах страны и выпускниками высших учебных заведений на обучение в ординатуре по наиболее востребованным врачебным специальностям. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Свыше 17 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число заболевших за время пандемии превысило 7 миллионов 176 тысяч. Из них выздоровели более 6 миллионов 418 тысяч. 194 тысячи 249 пациентов спасти не удалось. За последние сутки зарегистрирована смерть 781 человека с коронавирусом. В Пензенской области 13 августа выявлено 235 фактов заражения COVID-19. С начала пандемии заболели 66 758 человек. Свыше 55 тысяч выздоровели. 2 389 пациентов скончались. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных случаев. В Заречном 14 августа подтверждено 5 новых фактов инфицирования коронавирусом из числа ранее выявленных. По данным медико-санитарной части номер 59 на 14 сентября, в нашем городе первый этап вакцинации прошли 15 797 человек. Вторую прививку поставили 13 845 зареченцев. В Пензенской области смягчили коронавирусные ограничения. В частности, с 14 сентября разрешается проведение массовых мероприятий в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест, а также в помещениях, имеющих отдельный уличный вход при условии заполняемости помещения не более 50%. Посещение массовых мероприятий возможно при наличии QR-кода, которым подтверждается прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, а также при предъявлении отрицательного результата ПЦР-исследования на наличие COVID-19 или справки о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, если с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. В Заречном продолжается активная подготовка к выборам губернатора Пензенской области и депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Напомним, выборы продлятся три дня – 17, 18 и 19 сентября. Комплексы обработки избирательных бюллетеней уже доставлены на избирательные участки. Тестировать устройства начнут с 16 сентября. В настоящее время идет прием заявлений от граждан, желающих проголосовать на дому. Подробности в следующем материале выпуска. На избирательные участки города Заречного доставлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их будут использовать на предстоящих выборах губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы Российской Федерации. С 16 сентября начнется тестирование устройств. Кроме этого, проверка комплекса будет проводиться ежедневно в день голосования до 8 утра. В этот раз голосование у нас проходит с использованием КАИБов все три дня. Если в прошлый раз мы голосовали только последний день с использованием КАИБов, то в этот раз мы начинаем с 17 числа уже голосовать в КАИБы. Сегодня, кстати, они завозятся на избирательные участки. Выборы губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы Российской Федерации продлятся три дня – 17, 18 и 19 сентября. Подготовительная работа началась задолго до открытия участков. С августа специалисты территориальной избирательной комиссии формировали списки избирателей и выполняли другую организационную работу. Территориальные избирательные комиссии принимали заявления от жителей города и других людей, которые пребывают в нашем городе, о возможности проголосовать по месту нахождения, то есть подавали заявление в территориальную избирательную комиссию. С 8 сентября эта работа проводится уже на избирательных участках. В настоящее время идет прием заявлений граждан о желании проголосовать на дому. Такие обращения будут приниматься до 14 часов 19 сентября. В основном люди, которые пенсионного возраста, имеют право проголосовать на дому. То есть маломобильные граждане, в состоянии здоровья, которым не позволяет им прийти на участок. Также люди, которые, например, живут не по месту регистрации, а по месту проживания, например, у детей своих, но также имеют проблемы со здоровьем. Для реализации прав граждан принимать участие в голосовании члены участковых избирательных комиссий будут ездить по квартирам в течение всех трех дней выборов. Заявить о желании проголосовать дома зареченцы могут в часы работы избирательных участков. Для этого необходимо обратиться к специалистам комиссии лично или по телефону. Контактные данные указаны на сайте администрации города в разделе «Территориальная избирательная комиссия». Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». 17, 18 и 19 сентября многофункциональный центр «Заречного» будет работать в ограниченном режиме. Это связано с выборами губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы Российской Федерации. В эти дни в многофункциональном центре будет работать избирательный участок. В пятницу, субботу и воскресенье прием документов от заявителей осуществляться не будет. В указанные дни сотрудники МФЦ будут принимать только тех зареченцев, которым необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации. В Заречном проходит пятый юбилейный городской фестиваль интеллектуальных игр «Образумы». В нем принимают участие команды всех школ города. Первыми в игру включились ученики третьих-четвертых классов. В один день ребятам предстояло преодолеть два тура. Школьники отвечали на вопросы как самостоятельно, так и в составе команд. С интеллектуального состязания репортаж Елены Степкиной. Восемь тем по каждой четыре вопроса разной сложности. Отвечать на все обязательные условия турнира. За правильные начисляются баллы, за неверные вычитаются. Таковы правила одного из этапов городского фестиваля интеллектуальных игр «Образумы». Он проводится в Заречном с 2019 года. Фестиваль «Образумы» способствует вовлечению школьников в интеллектуальное творчество, развитию навыков индивидуальной и коллективной умственной работы, а также популяризации интеллектуальных игр как средство активного досуга среди детей и молодежи. Все участники разделены на три возрастные группы. Первыми вступили в игру ученики третьих-четвертых классов. В один день ребята преодолели два тура. Первая – своя игра, где участники самостоятельно отвечали на вопросы, а затем определялся командный результат, как сумма баллов, набранных каждым участником. Второй тур – интеллект-бой. Тут уже играла вся команда. На обсуждение ответа ребятам отводилась одна минута. Перед началом игры каждой сборной начислялись 10 стартовых баллов. Здесь команда решает, во сколько оценить свой ответ. Один, два, три, четыре, пять или шесть баллов соответственно. Каждую из цифр она может использовать только один раз. Соответственно, два раунда у нас играются по такому принципу. А третий раунд, в нем принимают участие те команды, которые заработали по итогам предшествующих двух раундов положительный капитал. То есть не ушли в минус. Третий раунд – это раунд-аукцион, где каждая команда уже оценивает свой ответ на любое количество баллов, но не более того, которое у них есть на счету. В фестивале интеллектуальных игр принимают участие команды всех школ города. В сборной по пять человек. Педагогам приходится проводить предварительный отбор в школах, так как желающих поучаствовать в фестивале всегда много. Проводим какие-то такие, то есть отборчные, может быть, состязания, чтобы ребята, для них было стимулом попасть сюда, потому что для них это действительно престижно. Для ребят каждый год игра очень интересная, очень познавательная, потому что она раскрывает их с неожиданной стороны, потому что они для своего кругозора, для очень много знаний, они своих, то есть показывать здесь для них, это, конечно, необычно. Вопросы из разных областей, что интересно для них самое главное, и они каждый год, участники хотят прийти сюда снова и снова, вот, по крайней мере, наши ребята, кто прям старается каждый год попасть. Вслед за учениками начальной школы в интеллектуальный бой вступят ребята пятых-восьмых, а потом девятых-одиннадцатых классов. После завершения этого тура игр участникам фестиваля останется преодолеть одно испытание – «Ворошиловский стрелок». Этот этап состоится на следующей неделе. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». А теперь к происшествиям. Сотрудники уголовного розыска «Заречного» раскрыли две кражи металлических предметов. Первое преступление было совершено в гаражном кооперативе, расположенном в 58-м квартале. Три зареченца похитили с крыши строительного вагончика детали мачты строительного подъемника, две навесные монтажные площадки и стальную раму от стеллажей. Стражи порядка изъяли похищенное и возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Еще одна кража была совершена в неохраняемом здании на проспекте Мира. Оттуда двое других горожан, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности, похитили металлические радиаторы отопления и другие металлические предметы общим весом 489 килограммов. По данному факту кражи городским следственным отделом ОВД также возбуждено уголовное дело. А теперь о спорте. В Заречном стартовала восьмая спартакиада Дашкалята. В ней принимают участие сборные всех дошкольных учреждений города. Первым этапом спортивного марафона, который будет проходить в течение учебного года, стали соревнования по легкой атлетике. На старт вышли около 200 юных зареченцев. Наталья Елистратова продолжит. На старт первого этапа восьмой спартакиады Дашкалята вышли 14 команд воспитанников детских садов города. Участие в соревнованиях по легкой атлетике приняли около 200 мальчишек и девчонок. Дети бегут 30 метров. Задача стоит как можно быстрее пробежать. В команде у нас 7 девочек, 7 мальчиков. 5 лучших результатов девочек и 5 лучших результатов мальчиков идет в зачет команды. И личные, отдельно девочек и отдельно мальчиков. Перед тем, как выйти на дистанцию, участники легкоатлетических соревнований провели разминку. Абсолютно все юные спортсмены были настроены только на победу и готовились к стартам заранее на занятиях по физической культуре в детсадах. Ребят, любите соревнования? Да! А почему? Потому что можно получать кубки и всякие предмедали. Медали и дипломы. А что нужно сделать для того, чтобы получить кубки, медали и дипломы? Надо сниматься! И победить! А тренироваться не надо? Надо! А вот кто из вас тренируется? Кто занимается спортом? Я! Спартакиада Дешкалета продлится в течение всего учебного года. Большой спортивный марафон состоит из 8 обязательных и одной дополнительной дисциплин. Каждый месяц малыши будут участвовать в различных соревнованиях. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о проведении в нашем городе спартакиад дошкольников и школьников мы поговорим с методистом информационно-методического центра системы образования «Заречного» Ольгой Оброскиной. Темой нашей беседы станет уровень физической подготовки юных зареченцев, какие спортивные рекорды они ставят на спартакиадах. Ольга Оброскина появится в нашей студии сразу после рекламного блока. Будет интересно, не переключайтесь. С 14 по 19 сентября распродажа пальто и куртки от 1700 рублей напрямую от производителя. Торговый центр «Ряд» вход со стороны «Горошка». Смотрите каждую пятницу в программе «Доброе утро, Заречный» рубрику «Турист». В программе вы узнаете о маленьких хитростях, которые могут пригодиться начинающим и опытным туристам. Как правильно собраться в поход, что взять с собой, как выбрать маршрут и что делать в экстремальных ситуациях. Топливной компанией «Твел» четверть века. Итоги работы. На «Том Маша» отгрузили парогенератором для второго энергоблока АЭС «Аккую». Первые киловатты «Бондаревской ВЭС» поступили в электросеть России. Смотрите в среду в 20.00. А мы возвращаемся в нашу студию. И у нас в гостях методист информационно-методического центра системы образования «Заречного» Ольга Аброськина. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие спартакиады вы проводите для наших юных горожан? Спартакиада у нас начинается с самого маленького возраста, когда дети уже могут соревноваться. И это дошкольники 5-7 лет. Значит, идет спартакиада малая, где соревнуются дети первых-четвертых классов. И спартакиада школьников, где дети соревнуются с 5 по 11 классов. Различаются ли дисциплины, которые сдают детсадовцы и школьники? Конечно, отличаются. И набор может где-то повторяться, но дистанции в легкой атлетике разные. Та же эстафета, которая проводится у нас у всех возрастов, также отрезки, дистанции разные. То есть все учитывается согласно возрасту. А существует ли какой-то перечень обязательных дисциплин? И те дисциплины, которые ребята могут выбрать по выбору? Да, в каждой спартакиаде у нас есть основные виды соревнований и дополнительные. Основные виды соревнований, и это те виды, по которым подводится в конечном итоге общий зачет спартакиады. На протяжении какого периода времени проводится спартакиада? Спартакиада у нас стоит на протяжении всего учебного года, начиная с сентября и заканчивая маем месяцем. А как вы оцениваете результаты? Какие критерии, оценки спортивных результатов? Это если брать каждое соревнование, они оцениваются абсолютно по-разному. Если это брать легкая атлетика, бег, это время. Если это прыжки в длину, это сантиметры. Ну и естественно, если это спортивные игры, это очки. А ведете ли вы так называемую статистику? Как улучшаются ли результаты, которые детишки показывают на спартакиаде? Конечно, ведем. Но вот по сравнению с прошлым годом пока сказать не можем, потому что сегодня прошли первые соревнования, результаты еще не подведены. Будут посчитаны в ближайшее время и, конечно, будет проанализировано с предыдущим годом. Вот на основании предыдущего года, вот как вы оцениваете физическую подготовку наших юных горожан? Ну в этом году физическая подготовка детей лучше. И это связано с тем, что в том году у нас дети долгое время были на дистанционке. Также были закрыты и спортивные секции, и спортивные школы. Поэтому более такой подвижный образ жизни дети вели в этом учебном году. Нам удалось пройти всю спартакиаду в том году. Все, все три. Летом дети тоже были максимально задействованы, проходили спартакиады лагерей. Дети и в секциях занимались, и сейчас в полной мере идут уроки физической культуры. Поэтому, конечно, в этом году дети подошли к сентябрю более подготовленными. То есть из года в год физическая подготовка наших детей улучшается? Конечно. Что не может не радовать? Конечно, безусловно. А бывали ли какие-либо запоминающиеся рекорды, которые дети ставили? Вот если брать дошколят, эти рекорды были в бросках в баскетбольное кольцо. Потому что эти рекорды очень редко. И вот мне запомнилось, в первый год проведения спартакиады у нас два мальчика попали пять из пяти. Среди образовательных учреждений какой детский сад, какая школа является самым спортивным? У нас все дети спортивные, все и дошкольники, и младшие школьники, и средне со старшим звено. Все дети спортивные, все активно участвуют в соревнованиях. У нас нет такого, чтобы какая-то школа или какой-то садик отказался принимать участие. То есть у нас максимальное количество команд на всех соревнованиях. А как вот формируются команды? По какому принципу? Инструкторы и учителя физической культуры отбирают детей на уроках. Дополнительно тестируют детей, если это требуется, помимо уроков и занятий в детских садах. Естественно, начинают этих детей подготавливать, настраивать. Получается команда и показывает хороший результат. А в детских лагерях проводите спартакиады? Да, в детских лагерях у нас проходит спартакиада. В первой смене точно была спартакиада, про остальные не могу сказать. В течение учебного года участие в спартакиаде дает ли к школьникам какие-либо привилегии? Или же это просто укрепление, общее укрепление здоровья и поддержание физической формы? Это и общее укрепление здоровья, поддержание физической формы. Это привитие любви к спорту, к занятиям физической культуры. Активность нам нужна как можно больше и школьникам, и дошкольникам. А в конце учебного года у младшей школьники и старшей спартакиады у нас подводится такой конкурс. Это спортсмен года. Он идет именно по результатам спартакиады. То есть ребенок, который показал наилучшие результаты в каждой организации, является лучшим спортсменом в своей возрастной категории. А вообще, ребята, как они активно принимают участие? У них вот азарт, может быть, спортивный появляется. Нравится ли им участие в спартакиадах? Ребятам очень нравится участвовать в соревнованиях. Может быть, повторюсь немножко, что прошлый год у нас был, вернее, даже не прошлый, а позапрошлый год был немножко скомканный в плане спартакиада. Некоторой виду не удалось. И вот в начале того года, когда началась спартакиада, здесь очень были счастливы и довольны. И вот сегодня первые соревнования прошли только на положительных эмоциях. Ольга, я благодарю вас за разговор. Желаю вам крепкого здоровья и жду вас в этой студии снова. Спасибо. А я напоминаю, у нас в гостях был методист информационно-методического центра системы образования Заречного Ольга Аброськина. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Я желаю вам хорошего вечера и до новых встреч на канале Заречный. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!